Приют Ананда один из самых больших в городе. Здесь содержится на попечении около двух тысяч особей и с каждым днем их становится все больше. Для этого уже подготовили дополнительно 500 мест, а еще строятся новые вольеры с прогулочной зоной. Приют активно развивается и расширяется. Специально для этого администрация города выделила 4 гектара земли. Мы сейчас находимся на одном из них, где расположились вольеры. А на свободных трех гектарах он планирует разместить гостиницу, реабилитационный центр и еще специальную тренировочную площадку, которая будет располагаться примерно в этом месте. Сейчас на этой территории пустырь, но уже летом здесь появится дрессировочная зона. Она будет универсальной и здесь могут обучаться собаки любого размера. Подготовим стандартную площадку для дрессирования собак. Разобьем по размерам, для крупных собак повыше препятствия, для мелких собак пониже. Также полосу препятствия хотите, да? Да, полосу препятствий, которая стандартная, идет для соревнований, которые по России у нас проходят. Возможно, вырастим будущих чемпионов. К дрессировке подойдут ответственно. Специально для этого будут привлекать студентов-кинологов, которые проходят в приюте практику, а также учащихся в ветеринарии. В первую очередь расскажите, кого планете дрессировать? Дрессировать в первую очередь, поначалу мы начнем с контактных животных, которые идут на контакт. А потом уже, если работа пойдет, нормально наладится, я думаю, тех, которые агрессию проявляют, уже к ним подход будем искать. Такой необычный метод питомника поможет снизить отрицательную динамику. И к тому же дрессированных собак будет проще пристроить и найти им новых владельцев. Прежде чем к щенка брать, мы можем прийти сюда в приют и взять здесь собаку. Тем более, с учетом перспективы того, что работа планомерно идет, она результаты дает. И если будет обучение этих собак, естественно, это будет привлекательнее. Потом собака, которая уже приучена к вольеру здесь, ее удобнее содержать. Плюс обучение собаке путем площадки. Это интересная идея ООН-Анды, которую она двигает. Я думаю, это надо поддерживать. Напомню, что с 2023 года все четвероногие, попадающие в приют, проходят систему чипирования. Теперь у каждого животного есть свои номера, а еще карточки с фотографиями. Также управление ветеринарией продолжает работу по созданию единой базы домашних животных. А в случае, если по какой-то причине собака выбралась за пределы территории и ее поймали, то горожане смогут узнать, куда ее привезли. Для этого в группах в приютах во Вконтакте ежедневно выкладываются фотографии. Базарев, шеф Жагал Церендашеев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова